Ребята, всем привет! Это обзор моего заказа 4 коробок, все нужное, важное, подарки скоро начнутся, да? А пока нужное, важное в дом. Вот я заказала 10 пачечек все-таки влажных салфеток для интимной гигиены. Они хорошо в поездку, хорошо их куда-то с собой брать, если вы куда-то идете, да? Также отлично лежат у нас в туалете и так далее. У них безумно приятный аромат, артикул 2607. Они идут не только с нежным ароматом, свежести, такой очень приятной свежести. Они еще идут с пребиотиками, которые способствуют поддержанию здорового баланса микробиома, интимной зоны за счет стимуляции роста полезных бактерий. У них идет в составе масло лунного цветка, которое оказывает защитные и питательные действия, подход для ежедневного применения. То есть это необычные влажные салфетки, они идут с сюрпризом для нашей с вами нежной кожи. Далее прокладочки, как обычно ночные, дневные, ежедневками мы практически не пользуемся, поэтому они у нас очень медленно заканчиваются. Ну что могу сказать, ночные мне нравятся поменьше, потому что они стали с краю, да? У них вот эта вот прищепка стала с краю и это неудобно. А вот эти вот дневные, они конечно супер, да? Они идут 240 миллиметров, просто отличные в применении. И те, и другие мне раньше нравились, но вот сейчас я думаю брать еще такие, вот. Но за счет того, что они длинные, с ними все-таки ночью больше комфортно, нежели с чем с дневными. Вот артикул 112.95, 7 штучек у ночных и 112.89, 10 штучек у дневных. Далее смотрите, закончились у меня вот такие штучки. Я решила, что закажу еще пока они есть на сайте, посмотрела они есть. Очень мне нравится. Артикул 910.062. Больше двух месяцев я их, конечно же, не держу. Я их выкидываю, потому что это спонжи косметические. Ими очень удобно смывать маску, когда вы ее сделаете, да? Если вы там в душ не идете, а маска у вас глиняная, и надо чем-то смыть, чем руками. Ими, конечно, удобнее смывается. Ими удобнее лицо там умывать, например, все такое прочее. Вот, ничего на кофточку не капает, если просто умыться хочется. В общем, у них широкий спектр применений. Мне они очень нравятся. Берете эту полосочку, ополаскиваете, да, под водой. Она становится такая большая, круглая, мягкая, няшная, приятная. И очень хорошо впитывает. В общем-то, они у меня так и лежат в ванной. Я одно открываю и начинаю расходовать, выкидывать, расходовать, выкидывать. Конечно, не на одно применение. Но где-то, может быть, раз в месяц я обновляю, беру новенькую, чтобы поменьше бактерий на ней скапливалось. Далее, ребят, хочется поговорить с вами вот про такой вот крем-уход. Он действительно запал мне в душу сердце, хотя я раньше думала, какая-то ерунда. И если бы это было не по вип-новинкам, а я стараюсь все вип-новинки заказывать, и подумала, ладно, я попробую. То есть я попробую, попробует дочка, попробует свекровь. То есть у нас три девочки взрослые в семье живут. И вот вы знаете, до чего этот крем суперский. Он действительно, во-первых, у него невероятно свежий аромат. И после такого крема свежесть интимных зон остается очень-очень надолго, что, конечно же, мне сильно-сильно понравилось. Вот если все вам тут увеличить и почитать, это, конечно, круто. Это действительно очень бережный уход за нежной кожей. Это идет крем-уход для интимных зон. То есть после водных процедур увлажняет, дарит длительное увлажнение, стимулирует рост полезных бактерий, как вот тут написано, способствует поддержанию здорового баланса микробиома кожи и также оказывает защитные питательные действия и обладает осветляющим эффектом. Я про осветляющий эффект даже не знаю, для чего он. Вот, значит, он подходит для ежедневного применения. И плюс ко всему он кожу делает свежее. Ну, в общем, это средство, оно действительно делает так, чтобы не было никаких неприятных запахов. Я его наношу, в большей частности, под мышки. Мне понравилось. Я не особо люблю пользоваться дезодрантами, потому что это вредно. Если я куда-то выхожу, да, я его наношу. Но на самом деле, вот я пользуюсь вот этим средством, и оно мне действительно понравилось. Артикул 26.2, у него идет 50 мл. Средство великолепное просто. Взяла пару штучек, потому что у нас две ванны, одну маме, другую себе. В общем-то, оно действительно суперское. Далее, детский крем для мамы и малыша с депантенолом. Он, ребят, такой классный, такой долгоиграющий. Он мне очень нравится. Конечно, это единственный крем. Был какой-то крем под подгузник. Вот я не знаю, есть он сейчас или нет этого крема под подгузник. Но он практически, у него нет никакого аромата. Есть такой, знаете, сладковатый, очень нежный. Какой-то такой аптечный немножечко привкус, да. Он идет гипоаллергенный. 75 мл, 16.45. Идет, как вы видите, с маркировочкой 0+. Значит, можно уже смазывать складочки, ножки и так далее новорожденных деток. Прямо сразу, да, после рождения. Артикул 16.45. Он оказывает восстанавливающие действия, устраняет сухость, шелушение кожи, увлажняет, препятствует появлению раздражений, покраснений. И рекомендуется для ежедневного ухода. В общем-то, хорошее средство. С удовольствием пользуюсь. Далее. Активная сыворотка для лица с коллагеном. Она у меня закончилась. И я начала пользоваться, сейчас покажу, кстати. То есть, я использовала вот этот крем для лица, круговая пластика, артикул 10.78, на активную сыворотку для лица с коллагеном 10.75. Но так как она у меня закончилась, и больше я, в принципе, эту линейку брать не буду, потому что скоро будет Доктор Корр, Дрем Терапи и так далее. То есть, это последнее, что я вот беру сейчас. Хочу сказать, что эта линейка мне понравилась. Я ее хвалю. Но мне нужно будет тестировать новинки. И вот я вскрыла старую версию кислородного бальзама с артикулом 0.257, чтобы вот этот кислородный бальзам наносить под крем для лица и шеи, круговая пластика, пока не было активной сыворотки. Вот у этого крема содержится огромное количество, по-моему, 20, что ли, процентов. Но вовтема О2 с технологией 4Т Darket, в основе которой кислородные дроны, которые обеспечивают таргетированное воздействие на клетки кожи. И понятно, что он идет как усилитель любого крема, да, по идее. Вот. И, вы знаете, у меня к вам такой, может быть, вопрос. Как вы думаете, если я буду вот его тонким слоем наносить, а потом наносить активную сыворотку для лица с коллагеном, а потом вот этот, что будет от этой парочки? От этого трио, вернее. Вот, не знаю, попробовать, не попробовать, но вот этот мне, конечно, да, он очень понравился. И я ощущаю, что, да, он действительно помогает как-то вот даже работать кремчику. Ну, в общем, взяла пару штучек. Чем он мне понравился? Вы знаете, неприметная коробочка, тюбичек, да, то есть 30 миллилитров. Вроде бы смотришь, не такой уж он и дешевый. Но, ребят, когда я им начала пользоваться, я заметила очень большие, хорошие изменения с лицом. Но во время тестирования, я вам честно вот сейчас буду говорить, как оно есть, я начала худеть. Я начала худеть, заниматься спортом и как раз вот начала вот это все тестировать дело, да, вот эту обширную линеечку. И что мне не понравилось, это то, что лицо было полное, оно начало опадать, начали появляться брыльки. Я их подтягиваю, они снова появляются. Потом я начала мерить грудь, мерить талию, мерить попу и увидела по минус 10 сантиметров в объемах, да. И вы понимаете, что лицо у меня тоже убыло. И когда убывает вот именно что лицо, то эффект вот от активной сыворотки для лица с коллагеном плюс вот этот крем, да, круговая пластика, он не так хорошо заметен. И я просто ужасаюсь, что бы было бы, если бы я эту линейку не начала. Вот, поэтому я вам могу сказать, что средство хорошее. И вот эти все провисания, там вот эти все бульдожинки, брыльки, да, вот это вот все, когда скула идет вниз. Конечно, это видно. Это видно, когда жирок уходит, это видно. Но это мышца, которую нужно убирать с массажем. По поводу состояния кожи я вам могу сказать, что оно отличное, несмотря на то, что объемы тают. И на лице же они тоже тают. В первую очередь у нас, конечно, худеет лицо, худеет грудь. И это очень сильно заметно становится. Так что, вот, ребята, я довольна этими кремами. Они мне очень сильно сейчас на данный момент помогают. Артикул 1075. Это первый слой и второй слой, вот, круговая пластика. Далее, наш, наверное, фаворитный фаворит с недавних времен. Я помню, что я его заказала по вид новинки. Эту маску вернули в улучшенном виде. И до того, как ее улучшили, она мне, в принципе, нравилась. Но потом ее же долгое время не было. И я подсела на абсолютно другие кремчики, масочки. В принципе, меня все устраивало. И тут он мне попался в вип-новинках. Я начала заказывать. Смотрю, у нас появилась новая маска для очищения пор. И там написано, что улучшенная формула и так далее, и так далее. И действительно, ребят, как будто вот запах стал лучше. Все стало лучше. И консистенция стала приятнее, лучше. Аромат очень приятный. И тоже, как бы, флакончик такой, да, неприметный, но действенный. Она не очень-то и дешевая. Она идет как для мгновенного результата. Матовая кожа глубоко очищает кожу, стимулирует обновление клеток, улучшает кровообращение. Маска предназначена для ухода за жирной и комбинированной кожей. Какой она у меня становится как раз перед критическими днями. Наносить на очищенную кожу лица нужно равномерным тонким слоем. И оставить на 15 минут. Пользоваться 1-2 раза в неделю. Вот. Катюшке эта маска тоже очень хорошо подошла. Она у нас тут зацвела немножечко. Я обратила внимание. И мы с ней сделали вот одну такую маску и вторую N4W. И у нее уже, я увидела, что у нее уже меньше-меньше высыпаний на лице. То есть оно работает, да. То есть я рада. Я рада, что такой вот прям хороший результат. Особенно, когда есть в семье вот такое изрядно проблемное лицо, которое хочется подлечить. Да, вот. Но у меня Катюшка такая. Ее не проконтролируешь, она маску не сделает. А я все боюсь, что шрамчики могут остаться. Она подсыхает. Эта маска, если вы там ее передержите, она действительно сильно подсохнет. И можно воспользоваться спреем. Ну и смывать ее обязательно тщательно. Да, потому что это глинка-глинка прям такая. Далее Катюшке, ой, Катюшке, говорю, Викусике защитный бальзам. У нее один закончился. А второй тоже уже подходит к концу. Но я посмотрела, его, к сожалению, порвала. Его, к сожалению, нет на сайте, который питательный. Но хотя бы есть такой, который можно наносить прямо во время прогулок или до прогулки. То есть он получается как защитный бальзамчик. Детский артикул 4740. Пахнет очень вкусно какой-то апельсинкой. Такой нежной, легкой, не бьющей в нос. Как бы непритерно. Это, я думаю, важно для детских носиков. Потому что всякие носики бывают с какими-либо аллергиками. И он идет именно защитный. Жалко, что другого нет. Но может быть в аптеке что-то еще посмотрим. Раз уж нас Фаберлик в аптеку отправляет. Дальше. Закончился у меня вот такой вот блон-айкон сыворотка восстанавливающая. Понравилась сыворотка. Не утяжеляет волосы. Делает их более такими какими-то пластичными. И тут как раз таки в составе идет активный комплекс. Биомиметический кератин. Рост инструкторе человеческого волоса. Распознавая участки тела, где разрушен природный кератин. Этот умный компонент реконструирует повреждения. Как на кончиках, так и по всей длине. И также в составе идет сапфировая пудра. Которая придает волосам гладкость. И наполняет их драгоценным сиянием. Ну, действительно, да. Мне понравилось. Особенно я наношу на влажные волосы. Как помыла. Промокнула полотенчиком. Наношу. Потом они так легко расчесываются. До разносятся получается. Да, равномерно мы с вами сложно нанести на волосы. На влажные. Но вот расчесываете и нанесется. У него очень такой приятный ароматик. Крышечка тут тугая. Но тут только в первый раз. Я вообще все эти крышечки, я их теряю, если честно. Да, то есть вот он такой не густой, не жидкий. Видите, да. Потек. Но он очень вкусно пахнет. И приятно. В общем, поставлю его на полочку в ванной и буду с удовольствием пользоваться. Дальше мы поговорили недавно с массажистом. И она мне посоветовала восстанавливающий крем против растяжек. Потому что если я буду действительно такими объемами сбавлять, то могут появиться рубцы, которые потом сложно лечить и так далее. Я решила все-таки вернуться на восстанавливающий крем против растяжек. Идеальное тело. Я довольна этим кремом. Была очень. Но мне не нравился его аромат, ребят. Вот просто, чисто из-за аромата. Я как-то его израсходовала. И вот как-то вот перестала его заказывать еще. Но потом я поняла, что все-таки раз человек советует мне, да, то нужно этим воспользоваться все-таки и вернуться, да. То есть вот давайте вот сюда. Запах у него, ну, такой, знаете, какой-то ментоловый, не очень приятный. Вот. И он, видите, я его наношу, 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 втираю. И он долговато впитывался, да. То есть не так быстро, как хотелось бы. То есть если вот, допустим, крем-па, да, наш зелененький, он впитывается мгновенно, океаном, простите, да, он впитывается прям мгновенно за доли секунды, то этот нужно минутку подождать и повтирать. И тогда он только вотрется. Ну, две, конечно, много, наверное, будет минуты. И вот буду им пользоваться. Вот. Каждый раз, просто после мытья, вместо обычного, да, для душа, это восстанавливающий крем для лица, ой, для против растяжек. Он не только идет вот прям, чтобы только растяжки предупреждать, он еще и повышает эластичность кожи, стимулирует образование коллагена, восстанавливает клетки кожи, предупреждая появление растяжек и делая менее заметными уже существующие. При ежедневном использовании крем способствует сокращению растяжек или рудцов, укрепляет и смягчает кожу, насыщенная текстура устраняет ощущение стянутости и дискомфорта. Также в составе идет масло макадамии, которое глубоко увлажняет и питает, улучшает текстуру кожи. Вот. Значит, средство хорошо при резких колебаниях веса и для профилактики появления растяжек. А эластична кожа, следы от растяжек менее заметны. Ребят, в принципе, все, кто за 35, советую, да, то есть не обязательно иметь растяжки, чтобы им пользоваться. Кто хочет просто эластичную кожу, да, добро пожаловать в ряды эксперта, как говорится, да. Артикул 12-16, тут идет 75 мл. Вот. Маловат, конечно, не спорю, что на все тело. Может, хватит раза на три его, на четыре. И это нужно понимать, что как бы он маловат, дороговат, но он того стоит, потому что я им уже пользовалась, и я его могу похвалить. Далее такой вот кремчик светленький. Очень хорошо разносится, наносится. Аромат у него тоже какой-то никакой. Практически его нету. Это моделирующий крем для тела с охлаждающим эффектом. Я его наношу. У меня просто начал заканчиваться. Этот полетит пока в запасничке, пока вот того половинка осталась. Что могу сказать? Действительно, классный крем. Действительно, это лучше, чем ничего. Да, когда мы снимаем... Я занимаюсь в шортах в сауне и пояс сауны. У меня тело, конечно же, пакет. Я его скрабирую скрабом от эксперта. И потом наношу, когда после того, как помоюсь, вот этот активный моделирующий крем для тела. И надеюсь, что он мне помогает. Я очень на это надеюсь. Способствует уменьшению жировых отложений в проблемных зонах и активно борется с дряблостью кожи. Ментол создает охлаждающий эффект, оказывает тонизирующие действия. Экстракт бурых водорослей улучшает кровообращение, нормализует водно-солевой обмен, способствует снижению массы тела. L-карнитин ускоряет сжигание жировых отложений. Кофеин тонизирует кожу и оказывает дренажный эффект. Алантеин увлажняет и смягчает кожу, делая ее ровной и гладкой. Ну, в общем, ребята, тоже штука классная. Но наносить его на все тело, это просто невозможно. Я его один раз нанесла на все тело, я так сильно замерзла. Я сидела просто в толстом махровом халате, под одеялом и сидела в телефоне. Просто нереально. И вот это вот ощущение ада получасового, когда он и холодит, и греет одновременно, это неприятное ощущение. Поэтому я сейчас наношу только там, где мне действительно, у меня многовато, и действительно надо это убрать. Живот, внутренняя часть бедер. То есть я немножечко частично наношу. Может быть, потом я перейду наносить на руки, еще куда-то, но пока на большее я не готова. Так, любимый шампунь моего Антона. Единственный. Слава богу, мы его нашли все-таки в компании Фаберлик. Вот, артикул 1303, шампунь против перхоти, контроль над жирностью. Зеленый чай. Очень приятный аромат. От головы у него всегда свежо, хорошо пахнет. Вот, ребят, были кисточки по распродаже. Залезла купить. Наличие было только две штучки. Вот, честно, не понимаю, зачем делать распродажу и убирать товар. Ну, елки зеленые, да. То есть кто в первый день каталога не успел, а вспомнил там на второй неделе каталога. Ну, я считаю, что это потеря товарооборота в компании, товарооборота лидеров потеря. Поэтому как-то бы хотелось, чтобы, конечно же, компания Фаберлик делала так, чтобы в наличии все было. Вот, поэтому я заказала вот такую кисточку для растушевки теней. Да, такая вот она маленькая. Они очень, эти кисточки... Так, давайте-ка я вам увеличу. Да, они очень, эти кисточки суперудобные, что мне нравится. Такая вот у нее длинная кисточка. Очень даже приятненькая, да. То есть, в принципе, никаких нареканий к продукту нет. Артикул 111.05. Вот, каждый идет в отдельном чехле. У этой артикул 110.95. Она может быть для пудры, для румян, для хайлайтера. В принципе, для чего захотите, да. То есть, ну, вот хайлайтер я, в принципе, пальцами наношу. Такая вот она пушистенькая, хорошенькая. Очень хорошо все набирает. Излишки тоже легко стряхнуть. То есть, она такая вот упругенькая, классная. Так, кстати, материал дерево-алюминий синтетическое волокно. То есть, она идет из синтетики, не натуральная кисточка. Далее, очень нам понравилась такая вот губка-салфетка двухсторонняя. С одной стороны такая жестенькая, а с другой стороны такая губочка, да. Обычно такой губчатый материал. Размер 13х3х10. С удовольствием пользуемся. Отличная губка. Так, лосковых полосочек я взяла побольше. Я делаю ими депиляцию везде, ребят. Даже на лице, на ногах, то есть под мышками, да. То есть, везде делаю. Но как я ими пользуюсь? Кто-то писал мне в комментариях, что они плохо, не чисто депилируют. Вот у меня волоски всегда разных, как бы, да. Ну, бывает, да. Вот когда вот так разотрешь, вроде бы деронешь. И там остается один-два, да. То есть, хочется их выше подщипнуть. Но я, в принципе, сейчас на саму вот на такую депиляцию уже давным-давно не хожу. И до сих пор борюсь с росшими волосками. В общем-то, депиляция мне не подошла. И я вот от этих полосок врастания волос почему-то опять-таки не вижу. Поэтому начала их заказывать. И мне не нравится. Артикул 2574. Вот. Я волосы убираю с помощью нашего депилятора. Намазал, подождал, лопаточкой убрал. И, в принципе, все хорошо. Но когда совсем они начинают густо расти, я их прорежаю вот такими вот восковыми полосочками. И, в принципе, одной восковой полосочки мне хватает на 5, на 6, наверное, нет. Ну, на 5 раз точно, да. То есть, на одно место отодрала второе место. Но на 5 раз надо долго уже там гладить, чтобы волосики зацепились прям долго-придолго. И тогда будет отлично. Вот. Поэтому дело ваше. Больно, больно, конечно, больно. Ой, как я люблю рвать. Да, то есть, вот они такие. Их тут, по-моему, 8 штучек, если я не ошибаюсь. Так, кожа должна быть чистой и сухой. Кстати, вот, да, перед депиляцией некоторые кремом для ног намажутся, а потом пытаются депиляцию сделать. А у них ничего не депилируется. Потом говорят, что средство плохое. Вот это тоже, кстати, очень важно. Перед применением прочитать инструкцию. А она тут 2 минут у вас не займет. Некоторые люди не любят читать, а потом говорят, что у них ничего не получилось. Ну, у меня же как-то получается. Руки же у всех одинаковые. Далее, ребят, решила, я не выдержала душа поэта себя побаловать и заказать новые тени, потому что те открыты давно, некоторые цвета уже и скрашены, да. То есть, я заказала себе вот такую красоту. И не поверите, реально за копейки. У нас была закрытая распродажа для вип-консультантов. И там, тадададам, были вот эти тени. Распродажа была не такая уж и там и большая, закрытая, да. Она бывает у нас с вами то ли 3, то ли 4 раза в год, кто вип. И в чем я рада, это то, что я могу действительно дорогие продукты купить за копейки, 400 или 500 рублей. Вот кто випы меня смотрит, напомните, пожалуйста, я прям все обновила с огромным удовольствием. Сразу же хочу сказать, что для меня лично эти палетки не требуют никакой базы под макияж. Они хорошо тушуются. Они практически не осыпаются. Я их наношу не спонжем, я их наношу кистью. Это во-вторых, да. И в-третьих, они хорошо, очень хорошо держатся весь день. Они не исчезают. Это просто находка в компании Фаберли. И очень приятные цвета и оттеночки. А тут идут разные оттеночки, как вы видите. Она идет вообще с оттенками по разным текстурам теней. Да, то есть тут нету одинаковых теней. Все текстуры разные. Вот, от глубокого матового до переливающегося перламутрового. И они очень интенсивные, очень высокопигментированные. Они прям, давайте еще такой вот матовый. Ой, два, да? Два сразу зацепила. Да, то есть смотрите, какие они хорошенькие. Они не только хорошо переносятся, они очень красиво тушуются. Кладутся абсолютно не грязно и держатся очень стойко. Так, красивые оттенки, а действительно прям суперские такие вот оттеночки, которые стоят того, чтобы в них поиграться, их нанести. Причем некоторые оттенки я очень люблю наносить влажным способом. Это прям моя любовь. Вот эти все тени. Причем с цветами я очень люблю играться. И поэтому у меня всегда несколько оттеночков бывает. И я всегда ими довольна. То есть видите, есть с блесками, есть такие вот обычные. Так, чем еще нанести? Да, есть такие вот прям коричневые. И давайте вот этот черный возьмем вот сюда. То есть такой вот классный черный. Ох, ребят, у меня рука сырая. Ну, в общем, цвета вы поняли. То есть цвета очень даже хорошенькие. Очень понравилось, как они тушуются, как они лежат. Поэтому это для меня никогда лишним не будут такие оттенки. Ну и третья палеточка. Моя самая любимая 5741. Очень такая тоже хорошенькая. Мне нравится безумно она. Вот этот оттенок я очень часто мочу. И он вообще ложится на веко. Плотно-плотно-приплотно смоченный. То есть этот вообще прям такое, прям рыженькое золото идет. Его можно тоненько-тоненько наложить. И будет такой, знаете, блестящее, приятное, красивое, ухоженное веко получаться. Вот, а можно его толсто наложить, намочить, и вы будете прям блестеть. Да, то есть сначала вот этот металлический такой, да, а потом вот этот мерцающий. Получится очень даже ничего. Так, вот этот вот оттеночек. Тоже, видите, так поблескивает, да, отливает. И вот этот вот. Давайте еще с вами нанесу. Тоже очень такой ничего. Хорошенький, насыщенный, да. Да, насыщенный такие вот идут. Мне они очень нравятся. Вот этот, конечно, светлый. Он слегка желтоват. Для моего века он темноват получается. Но взгляд с ним тоже свеженький, хорошенький. И, в принципе, я могу взять из палетки Glam Team нашей контурирующей пудру там. И получится отлично, да. То есть я могу пудрой даже немножечко поиграться с собой. Или хайлайтером, да. То есть и как бы вообще люблю, когда много оттенков в, получается, у меня в распоряжении. То есть покупать какую-то здоровую большую палитру я не хочу, потому что мне это неудобно. Вот. А купить 5-6 разных и краситься ими, я думаю, это прям выбор каждой девушки. Далее, ребят, конечно же, немножко текстиля. Во-первых, такая вот футболка. Трикотажный жемпер с длинным рукавом для девочки. Это упало в автозаказ. Скорее всего, да, потому что я Виктории прошлый обзор весь снимала. И, думаю, мне же должна была эта футболка прийти. Куда она делась? Значит, она идет 95% хлопок, 5 эластан, цвет голубой. И Вике безумно нравится вот этот вот поливальничек. Она прям ходит, гладит свою грудку, кривляется перед зеркалом. Ну, почему бы ребеночка не порадовать? Это чисто такая домашняя, классная, суперская футболочка. Очень легкая. И когда, да, будет немножечко там прохладно или еще что-то, надеть ее одно удовольствие. То есть, рукавчики длинные. Вот, очень хорошо ее надевать, например, на ролики. Вот, мы прям начали ходить на ролики. Ролики у нас сейчас 2 раза в неделю. Только по выходным днем она по будням очень сильно занята. И в воскресенье у нее все самые-самые любимые дела. Да, ЛФК, УФК, ролики, бассейн, массаж. В общем-то, все, вот прям, все, что она любит. Она у нас так занята, чем-то полезным постоянно. И, конечно же, единственное нарекание, то, что вот за пару лет у нас вот это, конечно, покрытие, оно истиралось. И начало немножечко трескаться. То есть, вещь не обрела вторую жизнь. Потому что тут такой, слышите звук, да? Такое вот интересное шабаршание. И как раз вот эта вот клееночка, она полностью наклеена. Конечно, стразики тоже где-то года за полтора практически отпали все. Вот, но для меня, в принципе, это не страшно, потому что ребенку нравится. 128 размер, и я с удовольствием, с удовольствием заказала. Потому что ткань легкая, классная. Как вы видите, шовчики великолепно все. Никаких нареканий вот к продукту нету. Отличная просто. Она, знаете, такая тоненькая, хорошенькая. Особо не просвечивает, да? Если вот так вот сильно-сильно натянуть, может быть, и будет что-то видно. Но ткань прочная. У компании Фаберлик детская одежда, это просто на высшем, на высшем уровне. Конечно же, стирать такую можно при 30 градусах. Вот. Потому что вот это вот покрытие, оно, конечно, может со временем отойти. Было у нас такое на практике, но я все равно заказала. Из-за чего же она хороша. Также пару платочков. Я всегда платочки оставляю. И вы знаете, они всегда пригождаются. Вот. Один платочек я ношу вообще в джинсах. Ребят, мне очень нравится. Вместо пояса его использовать. Артикул 600-600. Платок сатиновый. Размер 90 на 90. То есть такой малюсенький платочек. Зелененький. Обычненький. Абсолютно не тянется. На искос тянется немножко. То есть как угодно. На шее, да, можно его носить. Тут такие вот тюльпанчики, да. Хорошенький такой вот прям симпатичный. Ничего такой. Пусть он у нас будет. Дальше. Кстати, у нас Викуси еще любит платки. Иногда она их забирает себе. Вот. Но, конечно, вот так вот взять, если он чересчур яркий. Да. Прям чересчур яркий. Вот этот все-таки оттенок понежнее. Как-то вот больше мне нравится. Даже вот этот вот оттеночек. Артикул 600-662. Тоже у него идет 90, но уже на 180. То есть он такой большой, удобный и очень крепкий, ребята. Ногтем он не дырявится, как вот серый у нас был, да. То есть это уже действительно прям супер такая вещь. Длиннющая, классная, да. То есть и с очень такими красивыми цветами. Вот этот прям мне очень понравился. Его можно с чем угодно носить. И он, правда, красивый, да. То есть, ну и розы я люблю, чего скрывать. Я всегда люблю розы. У меня даже дома розы везде. Даже на зеркале розы. Так, ну что ж, мои дорогие, я с вами попрощаюсь в этом видео.